Привет всем! Привет всем девчулечкам, девочкам, женщинам и лысеющим мальчикам! В этом видео я хочу вас познакомить с чудодейственной маской для волос. Это прекрасная маска и результат, эффект вы увидите даже после первого применения этой маски. Те, кто немного как-то со мной знаком, вы знаете, что я очень долго болела. Естественно, принимались в больших количествах лекарства, антибиотики, обезболивающие. И это все дало на внешний вид. И, естественно, это также повлияло на мои волосы. У меня волосы стали сильно выпадать, волос стал ломкий, тонкий. И я перепробовала множество масок для волос и остановилась на этой. Это универсальная маска, очень классная и действительно чудодейственная маска. Она подойдет для всех, для любого типа волос и даже для любого типа кожи головы. Если у вас чувствительная кожа на голове, то эта маска также для вас подойдет. Я пробовала маску на основе горчицы. Мне она не подошла. Использовала я сухую горчицу с яйцом. Но горчица, она очень печет кожу головы. И после этой маски у меня начала вся голова буквально чесаться. И то ли перхоть появилась, то ли начала облазить кожей головы. То есть это вообще не помогло никак волосам, а только возникли еще проблемы с кожей на голове. А вот эта маска, которую я вам сейчас покажу, это просто супер. Что нам понадобится? Как вы уже видите, на столе у меня есть жидное борошно. По-русски это ржаная мука. Раньше я брала ржаной хлеб, крышила его и добавляла все остальные ингредиенты. Но ржаной хлеб все-таки остается. Там крошки, которые очень плохо вымываются с волос. Там с каждым мытьем постоянно этот хлеб еще кусочки доставала с головы. Одно яйцо нам понадобится. Коньяк. Не вся бутылка, буквально ложечки две. И касторовое масло. Еще оно называется рециново алия. Рециново алия. Так. И также советую в аптеках купить ампулу витамина В. Любой группы. В6, В12. У меня также есть вот такая прелестная штучка. Сюда входят разные алии. Можно, в принципе, в аптеке тоже купить что-то наподобие такое. Но не обязательно. В принципе, хватает витамина В, касторового масла, коньяка, яйцо. И основа это у нас ржаная мука. Вот. Это я добавлю, пусть тоже будет. Ну, чуток добавлю. Какие пропорции? Для моей гривы из трех волосинок мне, в принципе, хватит вот такие три ложки. Волосы у меня по плечу. Если у вас густые еще волосы и длинные, естественно, вы в два раза больше делаете. То есть, 6 ложек. Одно яйцо для этого мне понадобится, для такой пропорции. Коньячок. Я две ложечки вливаю. Можно так щедро влить. Такой пахучий коньячок. Касторовое масло. Сейчас открою. Многие добавляют в маски для волос репейное масло. Да, оно очень хорошее тоже для волос. Но в интернете много информации. Я прочитала, что репейное масло, да, оно для роста волос хорошее. Оно для того, чтобы тоже не выпадали волосы. Но покрывается пленочкой сама кожа на голове. И новым волоскам через эту пленочку очень трудно пробиться. Вот такую информацию я вычитала. Теперь репейное масло я не добавляю в масочку для волос. Вот так. Тут буквально чайную ложку. Я на глаз вот так вот понимаю, что у меня чайная ложка здесь. Так. И одно яйцо. Всё это перемешиваю. Теперь смотрите, ребята. Когда мы это всё перемешаем, если видим, что смесь получается очень густая, то мы добавляем кипячёной, едва тёплой воды. Так, чтобы масса эта была как густая сметана. Чтоб её можно было хорошо наносить на голову. Чтоб без проблем это было. Наносить на голову. Вот эффект. После одной, после первой уже процедуры, вы увидите. Меньше будут выпадать уже после первого раза. Но, чтобы достичь хороших результатов, это нужно делать на регулярной основе. То есть, по-хорошему, несколько месяцев раз в неделю нужно такую маску делать. В моём же случае, а у меня очень выпадают волосы, моя грива настолько стала редкой, что просто без слёз не взглянешь, то по-хорошему, если не лениться, то в моём случае нужно даже два раза в неделю делать такую масочку. Несколько месяцев. Так. Я добавлю ещё вот эти масла. Тут разные масла. Вот так вот щедро. Каждое масло, оно подходит для волос. То есть, если вы найдёте в аптеке любое другое масло, которое подходит для волос, вы можете добавлять. Но, ещё раз повторюсь, это не обязательно. Просто мне уже очень хочется покончить с выпадением волос. Потому что волосы сыпятся у меня очень сильно, особенно сейчас, после множества выпитых лекарств, антибиотиков, то нужно волосы восстанавливать. Ещё скажу такую вещь. Естественно, масочки масочками, это очень хорошо. Но нужно также пропивать и витамины, которые также укрепляют укрепляют волосы, ногти, улучшают кожу. На данный момент я уже могу тоже эти витамины пить. И вам советую, у кого есть проблемы с волосами, с ногтями, тоже комплекс витаминов можно купить в аптеке и одновременно пропивать также этот комплекс витамины. И делай такие масочки. Тогда результат не заставит себя ждать. Смотрите, уже такая хорошая, прямо густая сметана. Такое даже тесто, на блины какие-то, на оладушки. Но нам нужно её сделать более жидкую, чтобы было проще наносить на волосы, распределить по всей голове. и я добавляю добавляю по чуть-чуть воды. По чуть-чуть. Много сразу не нужно добавлять, чтобы совсем не сделать жидкую эту смесь. Эту маску хорошо делать на выходных, когда вы никуда не спешите, либо после работы, когда у вас есть достаточно вечером время. Вы сделали эту масочку себе, нанесли на голову, замотали сначала в кулёк, затем полотенцем, чтобы было в тепле это всё, чтобы ваша голова была в тепле. Тогда лучше и больше реакции будет. И где-то от часа до двух часов держать эту маску. И это хорошо, такая маска тем, что она вам голову, кожу головы вам не попалит в случае, как было с горчицей. Маску с горчицей я подержала от силы минут 10-15 и сильно стала печенью голову. Я сразу же её смыла. И даже после этого всё-таки успела попалить себе кожу головы и очень чесалось, пекло. Потом просто кожа облазила на голове. Это было очень печально. А волосы как выпадали, так и выпадают после той маски с горчицей. Вот уже становится что-то похоже на то, что нам нужно. Всё равно ещё густая. Сейчас по чуть-чуть вливаем водички и доводим до нужной массы нам. Вот кто какие маски делал для волос и уже нашёл для себя, вы тоже поделитесь в комментариях, какие вам масочки помогают. Но вот это, это просто чудо маска. Всё. Теперь можно наносить на голову. Наносить на голову вот такой вот примерно щёточкой или чем вы привыкли наносить маски либо красить голову. Вот чем вам привычнее, тем вы и делайте. Вот у меня есть такая вот щёточка. Я не буду себе её накладывать эту маску на голову. Либо можно руками. После того, как вы полностью уже нанесли маску, ручками помассируйте себе голову. А после уже можно покрыть кульком голову. Полностью закрыть и сверху уже полотенце. Та-дам! Всё, чудо-маска у меня на голове. Теперь я быстренько заворачиваю свою голову в кулечек и в полотенце. И буду балдеть два часа. Так что, поделилась таким рецептом чудо-маски. Пользуйтесь и пишите в комментариях, как вам такая маска. А если знаете или найдёте лучше маску, напишите обязательно в комментариях. Уж очень больно хочется спасти свои волосы. Всё, всех люблю, целую, до новых встреч, пока-пока! И снова здрасте. Итак, смыла я маску с волос, прошло два часа, может и больше. Естественно, плохо, ну как, нормально смывалась маска, но после этого нужно голову, конечно, помыть. что сами понимаете, все эти масла, то они делают волос жирный всё-таки, поэтому голову нужно потом помыть шампунькой, да, три в одном, например, как у меня, бальзам, ополаскиватель туда входит, чтобы сразу волосы могли хорошо расчесываться. Вот, всё. Всё вам сказала, всё вам рассказала, всё. Теперь точно пока. До новых встреч! И ещё давайте подытожим, чтобы вы правильно запомнили. Берёте ржаную муку, 2-3 ложки примерно, одно яйцо, всё кидаете туда, примерно 2-3 ложки коньяка хорошего, туда же, и витамин В желательно, но если нету, если вдруг не купили в аптеке, забыли, то ничего страшного, но желательно, чтобы витамин В в этих ампулах был, купить его заранее подготовить, тоже вытрусить сампулы туда же, в эту смесь, и касторовое масло, касторовое масло, где-то чайная ложка, может, даже 2, ничего страшного. Размешали всё, чтобы у вас было такое, вот, как сметана, да, если у вас получается, как густое тесто, то берёте, добавляете туда кипячёной тёпленькой водички и доводите до сметанообразной смеси. Всё это накладываете себе так щедро, щедро на голову, так хорошо, так потом массируете себе голову, такое густое, всё у вас на руках ещё это, такое застывает, такое, знаете, становится такой, панцирь на голове. всё это обвёртываете кульком свою голову обязательно, чтобы такой образовался парниковый там период и сверху полотенцем махровым, тёплым всё обкутываете и ходите до двух часов и будет вам счастье. И делайте эту маску регулярно, особенно если у вас, так как у меня, сильно выпадают волосы. Всё, ребят, теперь ждём эффекта. Вы у нас густые, красивые волосы. Всё, пока-пока, увидимся в новых видео. А, и не забывайте смотреть также другие видео плейлистов моих, да, их там много. И ставьте палец вверх, подписывайтесь, если не подписаны. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok